Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью в студии Надежды Саханская. 27 ноября в Якутии отмечается День профсоюзного работника. Этот день был основан в 2011 году указом президента республики, учитывая необходимость дальнейшего усиления роли профсоюзов в укреплении социального партнерства и защите трудовых прав работников. Какие вопросы находятся под пристальным вниманием профсоюзов Якутии? Какова роль профсоюзных организаций в нынешней ситуации, когда мобилизованным землякам нужна особая поддержка, и возникают новые вопросы, касающиеся соблюдения трудовых прав? Об этом мы сегодня поговорим с председателем Федерации профсоюзов Якутии Николаем Дегтяревым. Николай Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Прежде всего, позвольте поздравить вас с Днем профсоюзного работника. И скажите, пожалуйста, что сегодня больше всего волнует трудящихся, и какие вопросы сегодня отстаивает Федерация профсоюзов республики? Еще раз добрый день, спасибо за поздравления. Ну, я хочу сказать, что 16 ноября у нас состоялся Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов России, где основной доклад о текущих задачах профсоюзов с докладом выступил наш председатель ФНПР Михаил Викторович Шмаков. Он в своем докладе останавливается на трех вознешних задачах, которые стоят перед профсоюзами. Это, конечно, прежде всего, низкие доходы населения. Вы понимаете, сейчас, если взять в целом по Российской Федерации, то более 11% населения находится на грани бедности. К сожалению, у нас в республике эта цифра достаточно высокая. Поэтому здесь перевостепенно для профсоюзов, для работы с правительством, с работодателем стоит вопрос вообще о минимальном размере оплаты труда. Вы знаете, что недавно на заседании с правительством, президентом страны, также было подчеркнуто, чтобы минимальный размер оплаты труда, рост минимального размера оплаты труда шла упреждающими выше, чем инфляция. Поэтому мы всегда говорим, что минимальный размер оплаты труда – это должен быть оклад, минимальная тарифная ставка. К сожалению, и в целом по Российской Федерации, и у нас этого достижения нет. Поэтому мы должны к этому стремиться. Но и при этом вообще зарплата должна не только дойти лишь бы для существования, оно должно дать развитие семье, развитие образования детей, ну необходимые вот эти первостепенные. Поэтому здесь огромная задача, и думаем, что мы в этом вопросе совместно с правительством должны полностью проработать. Второй вопрос – это принятие важнейших вот таких больших вопросов касательно экономики, социального развития страны без участия в профсоюзе. К сожалению, и такое бывает, хотя у нас есть соглашение, все вопросы касательно социально-трудовых прав должны обсуждаться на трехсторонних комиссиях, только после этого приниматься. Поэтому здесь, ну, есть нарушение принципа социального партнерства, и мы хотим, чтобы этот вопрос также обсуждался, потому что профсоюзы – это представители трудящихся. Ну и третий вопрос – это вопросы вот сейчас новой формы занятости, как вы знаете, это самозанятые, если даже в республике уже их более 27 тысяч, к сожалению, они не защищены. У них есть право добровольности, страхования, но многие, к сожалению, этого не делают, и при этом и выход на пенсию для них достаточно будет проблематично. Поэтому эти вот три основных вопроса. Конечно же, обязательно затронуты были темы помощи нашим мобилизованным, нашим добровольцам. В этом плане, конечно же, делается достаточно много. В наших вот курортных, профсоюзных курортах очень много населения, ну, прежде всего, детей отдыхали от наших вот этих новых регионов, ЛНР, ДНР и других регионов. Вот здесь важна и наша работа, поэтому в этом ключе, конечно же, мы будем и в дальнейшем работать. Но есть также важный вопрос о выплатах и начислениях заработной платы. Известно, что целевым категориям работников бюджетной сферы заработная плата повышается, но у прочих работников она все так же остается низкой. Каковы действия профсоюза в этом направлении? Вы правильно отмечаете. Вот по целевым категориям работников есть гарантии по принятым указам, майским так называемым указам президента страны. Оно в зависимости от средней трудовой доходности по региону, поэтому оно находится на особом контроле. Но механизм повышения платы от целевых категорий работников, как я уже сказал, в зависимости от СТД, это статистика, к сожалению, у нас эту информацию дает только где-то в апреле месяце. Поэтому в предыдущие годы этот механизм, ну, начало после предоставления статданных, потом согласование, и получалось так, что и в предыдущий год, и в этот год, к сожалению, повышена оплата труда, наши работники получали в ноябре, и вторым этапом сейчас в конце только года будет. Мы с этим категорически не согласны были, и сейчас рассматривается бюджет следующего года, и мы внесли поправки, чтобы у нас повышение было с 1 января следующего года, с 23-го, на прогнозные стады, не дожидая статистики, на прогнозные, а потом по факту уже и еще раз второй этап провести. С этим правительство республики Сахай-Якути согласилось и предложило совместную поправку внести. Это, я думаю, что будет очень правильно, потому что мы все знаем, что в декабре у нас достаточно серьезный рост и по коммунальным услугам, поэтому люди должны получать своевременно повышенные свои зарплаты. Есть вопрос по прочим категориям. Вы знаете, что сейчас ежегодно минимальный размер оплаты труда достаточно серьезный рост. По Российской Федерации это будет составлять 16 242 рубля, а в Республике Сахай-Якутия, по Центральной Якутии, оно будет составлять 40 605 рублей. Поэтому предложенное правительством повышение оплаты в рабочих категориях на 6%, это опять же вообще нивелирует дифференциацию оплаты труда. Да, есть серьезное повышение для работников, некомфицированных работников, но у нас же есть специалисты с высшим образованием, и вот здесь опять нивелируется разница их оплаты труда. Вот это самый один из краеугольных камней политики оплаты труда. По данному вопросу мы обратились к главе Республики Сахай-Якутия, чтобы все-таки этот вопрос сдвинуть с места. То, что в этом году у нас немножко на 3 всего лишь процента разница, фактически ничего не дало. Ну, если понимаете, в этом году, если МРОД у нас 38 тысяч, с трехпроцентной разницей это 39. Фактически все же специалисты с высшим образованием на уровне некомфицированных работников получали. И из-за этого, конечно же, вот сейчас уже уходят высшим образованием специалистов, мы теряем их. Чтобы этого не было, нам необходимо вообще серьезно, вот поэтому по дифференциации оплаты труда, именно прочие категории, серьезно подумать. Во-первых, как мы говорим, необходимо нам повышать оклады. В среднем у нас оклады где-то 10-11 тысяч, но мы говорим о том, что должны дойти к МРОДу хотя бы по Российской Федерации на 16 тысяч, а потом уже по профессионально-квалификационным группам соблюдать дифференциацию в оплате труда. Вот этот вопрос мы сейчас и к второму чтению тоже внесли. Сегодня будет, надеюсь, нас поддержат и народные депутаты, ну и очень надеемся на поддержку главы Республики Саха-Якутия. Николай Николаевич, наверняка возникают вопросы и соблюдения трудового законодательства в связи с объявлением частичной мобилизации. Скажите, как они решаются на местах? Да, вы знаете, что были внесены изменения в трудовой кодекс. Мы сразу же подготовили наши рекомендации для профсоюзного актива, принципы соблюдения. Во-первых, вы знаете, сохранены рабочие места. Здесь должно быть мобилизованный человек во время службы, за ним сохраняется его рабочее место. Возникали вопросы, как быть, где частные компании, частные предприятия. Здесь вообще в Трудовом кодексе не оговариваются какие-то другие. Раньше вот кроме малых предприятий или кому-то частных, индивидуальных предприятий. В настоящем законе это не оговаривается. Поэтому сохранение рабочих мест должно быть повсеместно. Ну и в третьем, в следующем, вот для них однозначно, вот касательно также и их семей. Семьи молодушек, иную семья, жена с детьми, военнослужащих не должен привлекаться ночной только и по их согласованию. И отправка в командировку тоже по их согласованию. Поэтому весь перечень новых внесений в Трудовый договор, оно очень важно. Поэтому, ну пока мы вот это все отслеживаем. Таких пока, ну только пока вопросы поступали, жалоб по данным вопросам нет. Я думаю, что все-таки и наши работодатели, и в целом, вот Трудовый коллектив, очень серьезно отнеслись к этой теме. Ну, в эти сложные дни для поддержки наших бойцов организовывается и помощь, собственно, мобилизованным якутянам. Профсоюзы республики известно, что не остаются в стороне. Расскажите, с какими инициативами выступают работники? Ну, с началом частичной мобилизации мы вышли с обращением всем Трудовым коллективам нашей республики по оказанию помощи сперва, ну, мобилизованным формированием. Ну, и, во-вторых, как я уже сказал, для нас важно, чтобы мы оказывали помощь семьям военнослужащих. Наши военнослужащие не должны чувствовать проблемы, да, наши бытовые, вот и своих семей. Вот здесь еще раз призываю все трудовые коллективы, наш профсоюзный актив поддержать семьи военнослужащих. А так, вы знаете, что 7 октября мы объявляли телерадиомарафон, поддержку жителей ЛНР, ДНР, наших мобилизованных, добровольцев. Было собрано более 10 миллионов рублей, но это только разовые. Сейчас эта помощь у нас продолжается, буквально сейчас 10 часов, опять мы вот вручим нашу гуманитарную помощь. И здесь второй этап, как бы, вот я встречался в Москве посредством проблемам именно раненых. Сейчас, к сожалению, есть потери и раненые. Я прошу наши трудовые коллективы подключаться в помощь нашим раненым. Им нужны внимания. Ну и вот мы будем подключаться к акции по новогодним подаркам именно нашим раненым. Благодарю вас, Николай Николаевич, за содержательную беседу. И спасибо, что нашли для нас время, стали гостем нашей студии. Поздравляю еще раз вас с Днем профсоюзного работника. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.